Итак, господа, добрый день, с вами Полтусик, и мне хотелось бы поздравить великолепного Лискейта с сильнейшей победой на Левиафане. Это был полный разнос, ты просто лев, ты просто топовый милик, можно поцеловать тебе ноги, спасибо. Но, как говорится, всё, что дано, то дяймо, начнём. Данный видос пройдёт вот по такому сценарию, объясняющий причины трансфера, что мы делали последние два месяца, цель, причина цели, что делал Хеч на Левиафане, прогнозы дали на Морли. Начнём. Суть вопроса. Лискейт в своём ролике, победном, просто легчайше разъёбанном, такую вещь говорит забавную, кого-то он не знает. Они играли на Левиафане. Как они тут оказались? Напомнить, оказались они здесь, потому что они бегали за ЛП. ЛП сидели в пиратах, и Хеч практически забил фракцию миксов по фулу, чтобы добивать ЛП. Я высказывал же своё мнение на тот счёт, что это очень странное было решение. Ему заранее было озвучено, что никакого союза с ЛП нет. Очень странное решение. Я объясню, почему так было сделано. А всё началось с Кипрозы. ЛП на Кипрозе начали вызывать Хеча на Бигвар. Ну, многие помнят эти дебаты, кто за этим следит. Там, на этом Бигваре и на Кипрозе должны были участвовать Нолит, ЛП, Лискейт, Сурки и фракция Бича плюс фракция Эномая. В итоге всё слилось. Всё слилось из-за Нолита, который сказал, я только что создал фракцию, мне надо отбивать её, и я приеду не раньше, чем 15 января. Поэтому Бигвар на Кипрозе был слит, они обосравшись убежали. Далее. Приходит 15 января. Начинается трансфер Лани Старпати на Левиафан. Напомню, что, ну не напомню, а веду в курс, что Лани Старпати обсуждали с Лискейтом сотрудничество. Это, ну, как бы, факт. И они трансферятся на Левиафан. Туда Хеч приводит всю фракцию в Сайт на Бигвар, который должен был быть. Мы слушали все собрания ЛП, ДТМ, так далее, слитые конфы. И 15 января Нолит должен был закончить Файфар. Но, Нолит, ты тут обосрался и не смог. Он говорит, извините, мне надо дальше отбивать свою фракцию. И не поехал. По итогу, Бигвар на Левиафане тоже разломался, нахуй. Я, конечно, в шоке с этой хуйней. Ну, ладно, всем плевать. Далее принято решение было гонять ЛП просто по максималке, по разным серверам. Мы обошли Кипрозу, Варею, Левиафан, Марли, короче. Гоняли и гоняли, гоняли. К чему это все привело? Началась игра в поддавки. Что это значит? Это не значит, что мы голые на конях ворвались и умирали. Это значит, что началась игра разделения. То есть, два тага остаются на Левиафане. Это Бифеста плюс ВВ. Три тага идут на Марли против Нолита, ЛП, Деос и так далее. Зачем это надо было? Чтобы они просто не убегали. Чтобы они накапливали свою массу. И вот на данный момент их накопилось, натрансферилось на Марли суммарно уже 225 человек. Было и 230 вчера. Зачем опять же это было сделано? Просто чтобы они не убегали. Если раньше они трансферились человек в 70 и могли там за 2 недели нажать кнопку трансфера. Сейчас 225 человек ты не нажмешь ее. И это прогнозы идут на Марли. Я немного расскажу причину гнобления Ланнистер Патти. А то подумают, что мы какие-то уебки, которые гнобят какой-то клан. Ни за что, ни про что. Суть в чем. Причина выебонов Ланнистер Патти. Они были выебаны на Луции. Это состав из таможня, которая прибегала на Луций. Кричала, что ебать мы короли этой игры. Мы вас разъебем. Вы вы сайт. Вступили в ПТВ. Отсос. Да, вот. Отсос. Далее. Выебоны на Невер. Спустя где-то полгода прилетели они на Невер. После того, как пофанились на разных фаришках. Там через СВ подняли. Был бегвар на Невер. Туда также там были ЛП, ДТМ. Вот эти все. На Невер тоже выебаны. После того, как нас забайтили. И туда, кстати, забайтили, как обычно, тупо. Они начали орать, что вы победили на Луцике только потому, что это был ваш родной сервер. Вы никогда не сможете оттуда выехать. Мы выезжаем на Невер. За неделю-две заканчиваем бегвар. Ебем их в ноль. Даже с учетом того, что их было больше. Там было... Я уже не помню гильдии. Там было их дохуя. Там была фракция АВ. Там были ЛП. Но перечислять не буду. Тоже отсос. Выебаны на Кипрозе. Байт на бегвар. Слив с него. Тоже отсос. Уже объяснял почему. Бегали по серверам. Ну, по итогу. С Луция на Невер. Потом на Кипрозу. Потом на Лореви. Потом на Левиафан. Потом на Морли. Вот путешествие ЛП. Так что я не думаю, что у вас остаются вопросы. Почему же мы гнобим этих долбоебов? Потому что, ну, они... Они конченые, блядь. Они просто конченые. Они не могут закрыть свои ебало. Вот если бы на этом моменте, на отсосе, на Луции, они закрыли свои ебало, то, наверное, ничего не было. А хотя, если бы ничего не было, было бы скучно по итогу. Так что, в принципе, ну, я рад, что они не закрывают свои ебальники и дают повод себя пиздить. Потому что я одетый человек. У меня почти каповый перс. И мне делать-то нечего. Моё дело-то витебальники. Так что я счастлив. Что же по итогу? Хеч на Левиафане. Хеч на Левиафане ждал, пока ЛП и ДТМ наберут массу людей и не смог нажать трансфер. Далее прилететь на Морали в отдельную фраг и воевать со своим составом. Что такое свой состав? Свой состав это ВСАЙ. То есть, это гильдия Flame Friendly Брентхольдс плюс ВВ плюс Бифёст. То есть, там, Хейш вводит Тактиков, Эвенш вводит Заливных Магов, Элиш вводит Жирных Магов на Майдан, Фоксли вводит Лучков. То есть, сыгранные коллективы. Идеально все сработано и комфортное ПВП. У нас есть отдельная фракция, в которой мы будем заливаться. У нас тут будет состав только ВСАЙ. Я не знаю, кикнем мы местных или нет. Я, ну, по моим расчетам, будет около 180-200 человек максимум. На данный момент у Либерти 225, без ВСОСа. То есть, вот прогнозы. Примерно 200 Вестов против 240 ДТМ и ЛПДУС. Есть шансы на интересный ПВП около двух месяцев, если мы будем побеждать. То есть, я думаю, если мы будем побеждать, все это затянется где-то на два месяца. Первый месяц будет кайфовый. Второй месяц начнется слив, трансфера и так далее от них. Если мы будем проигрывать, это все затянется около шести месяцев. То есть, ну, как бы, нас будет меньше изначально. Я не знаю, чего они орут про какой-то зерогач. Если посчитать ВСАЙ, у нас гильдии, там, смартно, 200, максимум 220 человек, и здесь все трансфернутся. По моим вот предположениям, если мы будем проигрывать, это затянется на шесть месяцев. И это не значит, что через шесть месяцев мы съебем. Это значит, что через шесть месяцев они съебут. Ну, так обычно бывает, я из истории говорю, даже если мы будем проигрывать, мы как бы никуда не денемся, мы будем воевать. А именно им нужен лут и так далее. Потому что эти фракции нищие, РЛы, у них КЛы, РМ Дэшеры. Ну, увы, так и есть. Или будет такой вариант. 200 высайдов против 300 ДТМ, плюс ЛП, плюс Лискейтов. То есть, если вот эти челики засумонят еще Лискейта. Плюс 80 сурков пиратов на подсосе. Потому что вы слышали из видоса Лискейта, что у них идет нытье, что у нас 600 мест во фракции, а у них всего Таиста. Ебать. Как ты вообще... Как можно подумать, что можно забить 600 мест? В эту игру, блядь, играет, наверное, меньше людей, чем 600. Но, не важно. То есть, по планам, возможно, самый худший для нас вариант это 200 вестов по фракции БВ. Против 300 ДТМ, плюс ЛП, плюс Лискейта во фракции, плюс 80 сурков в пиратах. Сурки это, ну, сурки, вы знаете, лучники на подсосе. Есть шанс на интересном ВВП затянуть это примерно на год. То есть, это будет тот же самый, как Луций. Потому что нас на Луции жестко держали первое время, когда там были дичайшие трансферы от таможни. Ну, терпели, терпели, в итоге победили. Я думаю, примерно это станется на год, может, даже больше, если вот будет такое глупое. По итогу мы все равно победим, скорее всего. Либо игра закроется. Ну, в общем-то и все. Хотелось бы сказать Лискейту. На самом деле, я не знаю, какой смысл тебе что-то говорить, после того, как... Почему нам не интересен Лискейт? Я так скажу. Мы тестили его силы. Вот наши кланы... То есть, ДД это флеймы плюс френдли плюс ВВ. У нас было типа ГВГ. Четыре, по-моему, раза на сверхкрашке в типа равных составах. Это было 64-67 на спорте, в 70 Лискейтов. Есть эти видосы на каналах. Лискейт тут оправдывает, что они с Фэишки, а мы топы Луция против элиты ВСайды. Все по УП-4 выиграны без шансов. У нас в рейде буквально никто не умирал. Ну, типа, за все по УП, не знаю, умерло человек 10, наверное, и то те, которые, ну, типа, слабенько одеты. То есть, ну, все по УП у нас фул рейд жив. Поэтому фракция Лискейта нам никогда не была интересна. Я надеюсь, они когда-нибудь станут сильными без сурков, а сами развиваться будут и так далее. Желаю вам удачи. Только, пожалуйста, Лискейт, не превратись в беспределы, потому что придется бегать, как он, по шести серверам. Ладно, я не буду угрожать за Хитча, я ничего... Я не имею права говорить от фракции, я там не офицер, я просто как бы лидер, и все. Лидер мнений. И так далее. Ну, в общем-то, все, что я хотел рассказать. Мой сценарий окончен. Я надеюсь, это будет интереснейше по УП на Марли. Я надеюсь, что... Вообще, я не знаю, на что надеяться. Если будет вот такой сюжет, то это будет, наверное, изи. Если будем проигрывать, это будет фаново. То есть, смотрите, я рассчитываю на этот сюжет. Но, в итоге, я думаю, что будет так. Лискейт обязан лететь на Марли. Он обязан, потому что он союзник ДТМ и ЛП. Если они будут проигрывать, он обязан лететь. Сурки, я не знаю, вроде как не обязаны, но тоже должны полететь. Хотя у них цели, насколько я знаю, убивать Заводилу на Левиафане. В общем, такой вот сюжетик. Я не знаю, долго видос этот шел. Надеюсь, он всем понравился. Я надеюсь, будет очень интересно по УП. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok